Слава Украине! Слава Украине! Смать в урагам! ума как говорится да ну это знаете характеризует больше украину они самих людей и вот здесь цветы в этой же связи еще некоторые интересные моменты по херсон раз я уже сказал которые встречали да вот начал слышать вот эти мнения и комментарии они уже начали просачиваться о том что послушать а как же мы можем быть вот одним народом с этими людьми которые ну вроде бы уже проголосовали на референдуме за россию а сейчас вот так с радостью встречают украину знаете создать кадры чего-то массового да или какой-то определенной темы можно легко но во первых уже видели это эти видео данного раз у людей есть вопросы кто эти люди знаешь видели сколько там было человек 50 ну 100 может быть да херсон это как-никак это областной центр ну или по-российски это столица субъекта федерации то есть город с населением до военности населения то это больше 300 тысяч человек вот сейчас эвакуация россия объявляла и выехала ну по данным те которые были озвучены 120 тысяч человек а встречает высотом человек 50 100 но разве можно вот по этим людям ну да безусловно были какая-то часть населения те которых называли ждуны те которые не любили россию но по каким-то непонятным причинам из юрсона не выезжали и вот да они конечно же вот дождались вы слову но это 50 человек это не весь город нельзя говорить что вот весь город ждал вооруженные силы украины нет друзья кто же те 120 тысяч которые выехали в лук россии для ну вот тех высу чтобы с ними не встретиться и вы знаете вот эти там скоткам 50 100 человек которые встречали высу знаете для меня это говорит вообще другом не о том что эти люди там любят украину а о том что россии русские они не ненавидят даже тех украинцев которые ненавидят их вы же представляете эти люди вот эти которые сейчас радости высушишь встречали они жили в российском херсоне долгое время их никто не убивал их да никто в тюрьму не посадил то есть они как-то дожили они вышли веселого питана то есть они как-то хорошо жили все это время да а что происходит с людьми куда приходит высу что сейчас вот первым делом заявил зеленский когда высу в россии вышла из херсона высу кстати еще в херсоне зашли и вряд ли зайдут может быть даже до конца ноября подразделения может быть и вообще не зайдут потому что причина разных обсудим чуть позже такой что зеленский сразу сказал что журналистов даже не пускают город закрыт велеть длительный комендантский час как он сказал для проведения стабилизационных мероприятий что такое стабилизационные мероприятия все уже помнят о харьковской области да когда зашли и просто убивали без суда и следствия всех на кого стучали вот такие подобные ждуны вот это еще раз говорит о том что идет гражданская война и по поводу как можно считать да вот этих это возвращаясь к тому же вот люди дождали высу как это можем быть одним народом друзья вот те кто ждали это русофобы русофобы украинцев две большие разницы не нужно судить об украинцах по русофобам русофоб это не этнический конструктор политический конструкт понимаете то есть русофобы не имеют национальности русофобы бывают и украинцами и белорусы и молдаване и поляки то есть но это раз национальности есть люди которые ненавидят россию не варят на разных языках но у них общая цель да то есть они ненавидят русских и россию почему политический конструкт потому что я же рассказал во первых это не имеет никакого отношения не к месту где человек рождается не к его национальности не к его языку не к его истории политические потому что их создавали англосаксы вкладывали миллиарды долларов и на украине конечно же и в польше и прибалтике во всех странах которые окружают россию не вкладывают деньги для того чтобы это не вложь пропаганду в манипуляции они создавали вот этих русофобов политически понимаете то есть эти люди еще десять лет назад которые сейчас русофобы они вполне нормально к россии относились и глупо конечно же говорит что они стали плохо к россии относиться исходя из действий россии нет друзья там совершенно другой вектор почему плохо миллиарды играют свое дело до пропаганда играет свое дело сейчас она сыграла если вот посмотрите на карту где больше всего русофобов то только в те государства которые граничат с россией в другие государства кассе посмотреть их не не потому что россия далеко потому что да никто не вкладывал деньги для того чтобы создать русофобов а зачем же русофобов создают но представьте вот украину да там украина 2007 года или 2001 и вот на то надо воевать с россией но во первых а как уверенно этом руководство по большому счету пустят на то на свою территорию воевать с россией как это объяснить давно хижишь общественное мнение есть общество есть народ как их убедить взять оружие идти воевать с россией вот как сейчас зеленский говорит за европу да то есть украина это что-то у него это восточный вернее западных восточный фронт европы да вот как дать украинцу автомат руки искать иди и убивай россиян за интересы на то за интересы европу 0 15 назад они бы еще сказали все старый вы чё дураки зачем мне это надо поэтому что надо сделать создать сделать человек русофобом таким который ненавидит русского то есть он сам будет просить дайте мне оружие чтобы убить тех кого и ненавижу вот для этого этих русофобов вы создали поэтому не надо друзья по русофобам судить об всех украинцев украинцы же не только выехали в европу украинцев много выехала в россию они же тоже украинцы да то есть это что ни один народ то есть как теперь как-то крестиками звездочками да там помечают людей кто хороший кто плохой нет друзья и русофоба они потом тоже вылечится понимаете еще раз это политические конструкта политический конструктор может менять человека хоть со знаком плюс хоть со знаком минус это все она знаете приходит и уходит как говорят что эти раны на века не друзья это не рано на века а